у тебя что видео связь что ты меня узнал но почему ты с матами опять ругаешься с матами я тебя я тебя тучу куда-нибудь маты крыть или нет барана ты мне разрешишь позвонить одной женщине город минск разрешишь ну поговорить насчет тебя нет я тебя от себя не отпущу слушая баранов под лежачий камень вода не течет я хочу зачитать тебе объявление вчера газетка пришла слушай написано окажу помощь за бесплатное проживание или сниму недорого жилье в городе минске я хочу позвонить этой женщине и спросить какого она возраста как ее зовут согласна ли она познакомиться с мужчиной из города гомеля просто поговорить ты мне разрешишь такое сделать барана послушай меня мы с тобой съели ни один ком земли я так хочу чтобы ты был как бы вот ну припученный человек я что же тебе вот думаю и днями и ночами ну да барана баранов не дури у тебя есть он о ком думать на третьем этаже надька твой ты же сказал воскресенье слышишь барана спросил вали про тонометр про свой потому что я за тебя волнуюсь когда будет отправлен то но когда будет отправлен тонометр на проверку тогда я буду спокойно что твой тонометр показывает твой давление правильно ну давай баранов ты же много не пей вот баранов разрешаю у тебя 2 тебе выпить два раза по 100 грамм только два или три раза два за дочку и раз за тебя нет за дочку и за сына не за меня не надо я даже демонстративно скажу что вот я выпью за свету чтобы она не думала обо мне она бедная думает не спит блять все копается в этом интернете мне коллегу ищет какую-то тоже как я баранов я так хочу чтобы ты был счастлив ну вот смотри ну вот если бы нашлась а женщинка худенькая как тебе нравится ну пришла бы спала бы на на твоем креселке кровати варила тебе борщик вместе бы смотрели телевизор я спрошу я спрошу умеет ли она тушить картошечку в горшочках неважно в чем это и чтоб было беленько светленько глаза голубые блять все больше ничего глаза голубые волос светлый она как говорила ты любишь толстую задницу и узкую талию ой баранов не надо не надо только не надо об этом все брана мне не мне некогда я знаю что собралась сделать почистила грушу буду тереть на терку и есть у меня зубов не ма ну тру и ем я вчера баранов я вчера ходила к хирургу мне вытащили осколок мне долго не за да осколок и он не вытащил он говорит все у вас до понедельника затянет эта раночка ясно все баранов давай мне некогда пока конечно ты как дома ты перестанешь скрыть так баранов за каждый мат за каждый мат рубль да а баранов расскажу тебе вчера иду к мамке и думаю зайду в магазин что-то я покупала это самое и она мне да я дает рубль сдачи и и вот так вот рубль подает об этом ой и у такой дернулась и в лице поменялась я говорю что фальшивый она говорит российские и так ли в лице кассир изменилась и до дала мне рубль сдачи и я и я думаю что она прогадала российский рубль три наших так но но российский рубль она отдаст а три наших получит но она так в лице поменялась но для девочки это сдача кассы нехватка рубля ты же понимаешь как это сдавать к сдавать кассу да и надо со своего кошелька все барана мнение когда давай пока положил трубку девочки мальчики я такой просак попала между баранов я же не знаю мужик это или баба если это мужик тогда я подсвечу его любки а если это баба то барану девочки натерла вот столько себе груш это очень много очень много я однажды съела такое количество груш и у меня заболел желудок короче сейчас пойду принесу телефон и при вас позвоню и мы узнаем кто это так девочки набрала номер звоним мужик наверно наверно мужик баба музыка стоять не будет объявление дала трубку не берет сбросилась не можем дозвониться еще разок наверно мужик наверно мужик бизобол стеки упали попадают в текарь сразу видно мужик трудно дозвониться если мужик дает объявление к нему дозвониться невозможно здравствуйте вы не удивляйтесь что вам женский голос позвонил вы может ожидали мужской голос это выпадет вы подавали объявления скажите пожалуйста ваш возраст какой 57 лет 57 лет скажите пожалуйста нет я не для себя а как вы рассматриваете именно хотите в минске ну да ну 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 хотела бы у минске например ну 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 я я знаете я ищу жилье для своего сына а так вы не для себя нет нет а я думала вам нужно не моя хорошая это для сына но сын очень хороший хороший добрый но очень хороший он и он с рождением родите таким вот ну очень очень добрым я понимаю но тут совсем другой вариант видите я думала вам нужно я бы вам посоветовала мужчину а так мужчину для жизни бы вам посоветовала а так видите для сына а сын сильно молодой 34 34 а что же он так это самое за бесплатное жилье за низкую а что человек не может определиться в жизни понимаете я вот мы живем в городской области вот такая коротенькая история и вот вот ну вот короче я приехал с мамой сыном домой она там муж познакомиться с другой подал на развод и сыну было 12 лет и вот мы приехали в беларусь в беларуси живи моя мама утере у нее есть свой домик вот и мы приехали сюда и у беларусь вот ну а там работа у нашей деревни как таковых нету и вот приходится ехать конечно у город вот и мы вот так вот с сыном все время всю жизнь вот по гэтых квартирах вот 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 по гэтому но я он определиться не может ну я ну человек не гульта юн робеси но он очень хороший человек но вот жильем у нас очень и очень вот такие вот ну всю всю жизнь вот таки по съемных квартирах вот вот поэтому уже так это так скажем и один и других ноги устали вам не рассказать я в раз 12 лет вот если теперь я на пенсии вот вы через полгода я вот тоже теперь в степянке и снимаю жилье о моей хорошей а вот и вот ну теперь моя мама не 84 годы и вот ну и она уже старенькая ей помогать никому абсолютно так вот я хотела поехать до мамы вот уже ну вот выбора не выбора нет может быть я там вот а у сына получается вот нету жилья миленькая тогда вам надо давать объявление о знакомстве пусть бы сын познакомился с женщиной и было бы все и жилье и все вы немножко вы понимаете что что вот и он на як-то и он был женат у него двое детей вот но нужно опять такая история познакомился с другим вот подала на развод ну я поняла это банальная история сейчас таких миллион я все понял ой миленькая какая какая у вас сложная ситуация вообще но я хотела я думала вы подаете я думала вы женщина одинокая было мужчину посоветовала однако видите понимаете вот но таги он уже больше не могут вот пока нет и он не худо не жить и двое детку детка очень красивенькие вот мои такие добрые хорошие вот мои внучки ну а я мне ну вот и он не хочет сажа но знаете и я же я кто не хочу но вот уже кто я вот 57 лет я уже не знаю мои хорошенькие я я я вот я я как-то я так жила я как-то и прожила одна и не думала про это вот и у вас даже и у вас даже в минске нету своего жилья да вот видите если бы если бы вы были без мамы я бы вас познакомила с мужчиной только с другого города из гомеля а так видите у вас и мама у вас еще вы привязаны я понимаю да да конечно ладненько приятно было с вами познакомиться я просто думала у вас другая ситуация скажите как ваше имя меня светлана зовут а вас галина галина очень очень приятно но ничем не могу вам помочь вашему мальчику надо просто искать женщину и все понимаете не живу а жизнь была ну такая сложная что я говорю не дай боже никому вот такой жизни я прожил мой сын вот не дай боже никому я говорю я я вот я знаю его жену там и там ухи ухи знали это человечка я первого дня говорила что саша ничего нибудь и ничего не получится но никто вот не послухал не послухал не послухал мать их а теперь прошло 13 лет и гором там мама он не послухал потому что жизни все на было вот сплошнейший ад вот вот поверьте вы мне вот сплошнейший ад с этим человеком тридцать тридцать четыре года тоже молоденький парень еще у меня дочери 36 и понимаете его и вот у очень добрый вот и на родился вот такой он тупо я душа доброе сердце и он очень очень добрый и вот и вот и вот так вот вот видите и я тоже то ли то тоже как вымучилась в детстве но на это на жизнь это своего сына один сын ну понимаете день сына и вот так вот что но и сложная у вас галина ситуация очень сложно ничем не могу вам помочь спасибо что просто позвонили вот действительно назвали но вам еще но вам звоночки были уже да были были ну были тут да звонили учи разницы не особенно на звонили но вот это гасетку получили люди да и упр и промывите да звонили тут предлагали дякую я говорю богу и дякую этим людям которые отозвалися но но вот тут ну вот так но вы найдете что-нибудь 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 образуется звоночки еще будут ладно галина извините пожалуйста за беспокойство всего всего вам хорошего до свидания видели какая ситуация у людей с калининграда приехали в беларусь у нее еще и мама ей 57 лет вот не было бы в нее мамы приехала бы на угомель ой девочки милые все баран мой холостой по-прежнему все девочки буду есть груши то они уже потемнели как я пока 34 года хлопцу вы все слышали ищите хлопцу девку не лупайте просто так мне по экрану ищите мальчику девочку я к вам обращались белорусочки баранам любят светленьких женщин чтобы цвет волос был белый и глаза были голубые но не дай бог не карая так что девочки вот так баран не против познакомиться это надо заняться вы знаете в чем проблема я могу дать газету вдруг пенсионера много редакция может не напечатывать редакция звонит всегда я должна поднять трубочку она зачитывает объявление мужчина 76 лет печатать объявление что мне женским голосом от ответе до печатать она скажет постойте вы какое объявление дали то есть мужские мужской голос должен от ответить до печатайте просто могут не напечатывать объявления девочки вот а я хочу чтобы проходила все все через меня даже если если баран согласится на его номер телефона дать нет я так не соглашусь должно пройти все через меня я должна ему отобрать бабу такую которую я понимаю который не будет вообще жилья вот которая не будет вообще жилья которая придет и будет жить и не надо мне там писать что будет его слушать пьяные бредни он не пьет девки умолола всю миску а хочу еще выйти в город что со мной будет все я с вами не распрощаюсь никогда наверное все буду есть груши и что-то делать или собираться куда-то район сельмаш я приехал светофор на сельмаш детская клиника на богдана музыкальная школа я так поняла идем светофор по той дороге прямо где-то на сельмаше наверно гуляния музыка слышно вам слышно рупоры и в рупоры играет музыка где-то что-то какое-то гуляние музыка вам доносится вот там стадион где-то оттуда доносится музыка где-то какой-то концерт меня смотрят женщина которая живет на сельмаше слышно вам где-то какой-то идет концерт скажите мне пожалуйста что у вас там на стадионе жду троллейбуса люди раздетая на улице жарко бабульки узи подъезда сидят тоже раздетая вот это моя сетка что я набрала на 27 рублей набрала или на 22 не помню дома все покажу это я как бы хотелось попасть нас на тот стадион музыка слышно вам слышно ну что мои дорогие побыла в светофоре приехала выгулялась на улице жарко на табло 25 градусов солнце печет ветер как дурачок все это поднимает листья пыль в воздухе гоняет мне жарко я вся мокрая я вся потная когда это закончится эта жара когда будет осенняя прохлада сейчас я вам покажу что я купила время половина четвертого девочки половина четвертого мне бы вот сейчас день я бы разложила свои покупочки приняла бы душик покусала полежала бы а вечером куда-нибудь бы вышла оказывается сегодня праздник день машиностроителя и на сельмаше на стадионе был праздник перекрыли дорогу когда я выезжала страли его на троллейбусе я посмотрела так вот вдаль перекрыли дорогу стоит милиция все это перекрыто оказывается люди на сельмаше гуляют сегодня день машиностроителя вот сейчас я вам покажу что я купила зашла я в наш магазин в наш соседи купила девочки для себя бутылку молока я молоко не пью но но сейчас раз разведу с гречкой и покушаю потому что есть гречка кушать не с чем приготовленного нету ничего потом купила для себя голень цыпленка бройлерного так 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 за и а за этот кусочек 438 вот за эту фасовочку 438 а так килограмм голени стоит 699 7 рублей однажды одна из подписчиц или зрительниц написала мне вы вы покупаете голень она самая дешевая это мясо вредная а вы купите грудку вы никогда не купите грудку вот понимаете пишут ли люди это дешевое мясо 7 рублей за килограмм голени это дешево но здесь не килограмм и здесь просто указано сколько за килограмм 699 почти 7 рублей за килограмм голени и вот пишут же люди она давно описала мне вы не можете купить себе грудку вы покупаете дешевое мясо голень и вот кто это пишет это пишет молодняк тот который еще по сей день сербует мамкин борщик или тот который сидит без ничего и есть этот доширак вермишель одноразовую которая заливается кипятком и вот такой человек это пишет свой человек который от 60 и дальше возрастом он такое не напишет даже от 50 и дальше он такое не напишет а пишет тот кто еще сербовит мамкин супчик сидит вот так что мясо голени не дешевая 7 рублей килограмм купила себе опять два мороженого белый полюс на палочке без мороженого никак сладкого хочется себя не ограничиваем кушаем все то на что упал взгляд купил один банан хороший не уценка купила 6 или 7 картошин и купила два огурчика хороших не уценка один огурчик маман отнесу вдруг сегодня наклюнется ей картошечка патру огурчик и отварю куриную голень так сейчас покажу что купила в светофоре не ставьте сумки на стол да девочки вот эту сетку вот я везде и на скамейке она у меня была и на полу и на земле и у троллейбуса но я поставила на стол вот такая вот я вот так мне хочется и так я буду делать вообще человек должен делать все то что ему хочется кому-то хочется спрыгнуть с девятого этажа это ему так хочется кому-то хочется грязную сумку на стол поставить это мне так хочется значит так должно быть вы поверьте что по людскому я жить не буду буду жить по своим принципам так светофоре я себе купила кукурузных палочек отсыплю маман хоть она бручит ей палочки на надоели но я отсыплю так же светофоре я купила яблок яблоки по рубль 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 девяносто по рубль девяносто ну я так думаю что это наши белорусские тут ничего не указано яблоки свежие рубль восемьдесят за два четыре за пять яблок рубль восемьдесят это дешевле чем бабушки у дюнярмага продают свою паутинку там еще что-то штрефелек вот так же купила я девочки две пиццы она точно такая пицца точно такое вот и фирмы они продаются в магазине но в магазине она три с копейками а в светофоре два с копейками точно такая фирма все одна с ветчиной одна с салями так теперь что я купила семечки ем с космической скоростью чтобы вы там не говорили мне что стоит они 2 рубля 11 копеек в светофоре вроде бы 11 копеек 2 рубля вот чтобы вы мне там не говорили оно вредно но не полезно но все полезно все хорошо подсушиваем мелем или молим в кофемолке толщом ступе все кушаем все полезно все хорошо и также купила изюм изюм добавляем вовсю печем оладушки печем блинчики с какой-нибудь начинкой изюм добавляем печем пирог у сковородки вот на кефире тоже изюм добавляем всюду все добавляем все вкусно все красиво все полезно и все нужно так вообще то я ездила в светофор за вот такими вот палочками 500 штук они рубль с чем-то 500 штук 500 палочек рубль с чем-то они вроде бы рубль 80 или рубль 90 вот мне хватит надолго вот зачем я ездила большая упаковка 500 штук где вы видели за 500 штук рубль с чем-то около двух рублей палочки ватные очень дорогие в магазинах потом вот это рубль 50 купила ватные диски сейчас глаза капаю мне за каждым капанием идет новые ватные диски поэтому диски расходуются очень очень быстро вот потом купила рулончик туалетной бумаги просто так потому что он 47 копеек а в магазине бумага 60 70 80 копеек а это 47 купила влажные салфеточки я без них никуда вот такую пачку толстую я ношу в сумке выхожу с троллейбуса я руки вытираю и ручки в сумке тоже протираю и поэтому они идут как семечки влажные салфетки ромашка были только такие светофоры из дешевых и купила черный перчик горошком написано республика беларусь но посмотрим так что все это все мои девчонки покупочки ну пока ничего не клеится надо быстренько покушать переодеться и потом может быть я вам включусь опять